День добрый, уважаемые коллеги. Я начало представлюсь, кто меня не знает, хотя удивительно пару знакомых лиц вижу. Зовут меня Гребцов Валентин. Так, что-то здесь не то написал. Ладно. Преподаватель Центра компьютерного обучения специалист по направлению сайта строения. Успешно сдал экзамен 7480 в программировании на HTML5 в JavaScript. И сегодня представляю вам вебинар использования изображений на HTML-страницах, то есть на страницах нашего сайта. Вот. Что такие замученные делов-то всего на полчаса. Так, поехали. Тогда если не возражаете, то есть что нам надо будет с вами посмотреть? Типы изображений используемых в нашем www.word-white-web. Как у нас изображения на страницу вставляются, ну и, собственно, как вообще с ними можно работать и что это такое. Скажите, вот, присутствующие, что вас сюда привело, я так понимаю, желание что-то там на своих сайтах сделать или освоить это? Ну, поехали. Итак, наше сегодняшнее занятие, собственно, посвящено чему? Это, по сути, как кусочек из реального нашего курса, который называется HTML уровень 1. Просто я имею в виду, что можете реально посмотреть, как это вообще проходит. Вот. Ну и в качестве кусочка у нас выбрано с вами размещение изображений на страницах. Во-первых, какие у нас используются для этого графические форматы? Так, нам тут вопросик вступил. Может быть, узнаете что-то новое? Возможно. Может, узнаете что-то новое. Так. Как вы знаете, коллеги, у нас в графических форматах существует огромное количество. То есть, если мы всех с вами будем перечислять, то тут полчаса явно не хватит, а тут не на один день. Для нас, как вы понимаете, на сайтах, качество изображений, бесспорно, это важно, но для нас также вторая характеристика, не менее важное изображение, это, естественно, это размер. Ничего. Это размер, поэтому, если у нас странички нашего сайта будут весить очень много, сами понимаете, люди просто от нас будут шарахаться. Это первое. И второе. Одним, кстати, из критериев, из критериев качества сайта является что? Его вес, то есть время загрузки, потому что если время загрузки, допустим, страница будет превышать там 3-4 секунды, как вы понимаете, многие люди просто ждать не будут и будут просто отваливаться, назовем это так. Вот, поэтому формат изображения, который имеет относительный, ну, небольшой вес при, естественно, максимальном качестве. Первый формат, JPEG, расшифровывается эта аббревиатура как Joint Photoshop Expert Group. Этот формат, он принадлежит ассоциации американских фотографов. Что про него можно сказать? Ну, про него уверены так, все знаете? Прежде всего, это много цветов. То есть JPEG у нас поддерживает где-то порядка там... Чего-чего-чего такое? Окей. То есть он поддерживает у нас порядка 16 миллионов цветов. Используется здесь, как вы видите, для... Давайте отключу... Так, что-то... Ладно. Брется так. Итак, используется у нас с вами для хранения ярких, сочных изображений, таких-то пейзажей, портретов, фотористичной модели и так далее. Другой не менее известный формат называется GIF. Graphic Interchange Format. Первоначально, собственно, был формат, как видно, из аббревиатуры, придуман у нас с вами для чего? Для обмена графическими изображениями. Тонкости его поддерживает довольно-таки мало цветов, точнее всего порядка 256. Так называемые основные цвета. То есть изображение, сохраненное в файле... Ой, прошу прощения, GIF. Изображение, сохраненное в файле GIF, оно не подходит для хранения реалистичных, допустим, пейзажей. Ну, к примеру, если мы возьмем небо на закате, все знают, что это такой-то фактический градиент, там от этого, ну, красного-оранжевого, где солнце заходит, до черного-темно-синего. GIF он не способен это воспроизвести, то есть у вас там просто небо будет полосатое. Фактически желтая полоса, оранжевая полоса, там синяя полоса, 256 цветов. Он не может плавные переходы сделать. Но достоинство у него какое? Сравнительно малый вес. И, ну, не может он плавные переходы в изображениях сделать, ну, ничего. Но мы же можем в нем хранить схемы, допустим, на которых всего два или три цвета. Белый, черный и какой-нибудь красный переходы. Может. Также у GIF еще есть интересная особенность. Он поддерживает прозрачность. Что это означает? Вы какие-то части изображения можете сделать прозрачными. В фотошопе там дырки проковырить на них. И через эти дырки там будет видно, что находятся под ним. То есть довольно-таки такая забавная вещь. И также GIF еще имеет возможность у нас с вами сделать что? Анимацию. То есть вы можете взять несколько изображений. Изначально необязательно это должно быть изображение в формате GIF. Это может быть любой графический формат. В программе в той же самой фотошоп, она начинает, если мне память не изменяет, с версии CS6 предпоследней. У него есть панелька animation. То есть вы можете туда загрузить изображение, задать у них порядок, время отображения, объединить их в один GIF-файли и получится на нем фактически такое слайд-шоу. Одно изображение, второе, третье – GIF-ки. И формат PNG, который вобрал себя, в принципе, из двух предыдущих – JPEG и GIF-а. Формат PNG вобрал, в принципе, все самое лучшее. То есть он имеет… Во-первых, он полноцветный, так же, как и JPEG. У него интересная очень работа с прозрачностью. Если у GIF-а. Если бы есть, либо ее нет, то у формата PNG прозрачность ее можно регулировать. Ну, допустим, в процентах. То есть можно сделать у него прозрачность, к примеру, там часть изображения, там процент в 40. То есть, что это получается? Можно таким образом тени имитировать, плавные какие-то размытости и так далее. У JPEG это не полой, у GIF это не получится. У него либо прозрачность есть, либо нет. А формат PNG довольно-таки интересный. Причем, несмотря на то, что формат PNG поддерживал у нас полноцветный, поддерживает 16 миллионов цветов, так же, как и полноцветный JPEG. Самое забавное, что если картинка изначально хорошего качества, ее сохранить в формате PNG, очень часто она весит где-то процентов на 20, на 30 меньше, чем формат GIF, в котором всего 256 цветов. Это неудивительно, потому что формат PNG, он более современный. У него более современный алгоритм изжатия. Вот. И еще есть один такой замечательный формат B64. Слышали про такое? А он есть. Вот. То есть формат B64. Что это такое? Это изображение записано в виде последовательности буквы, буквенно-цифровых, цифровых, прошу прощения, под вечер уже язык заплетается, цифровых символов. Давайте с этим разбираться, что это такое, с чем это едет. Итак. Как у нас с вами размещается вообще наше изображение на страничках сайта? Точно так же, несмотря на наш 5HTML, как и 100 лет назад. Для этого используется такой замечательный тэп, который называется Image. Который называется Image. Тэг Image не закрывающийся, то есть просто тэг Image и все. И указываем у него необходимые атрибуты, которые нам с вами нужны для размещения изображения. Как вы прекрасно знаете, в наших HTML-файликах вопрос к присутствующим аудитории, собственно, в вебинаре в том числе. Уважаемые коллеги, что такое HTML-файлик вообще представляете? Все или не очень? Страничка сайта. То есть если я сейчас запущу его в браузере, но у меня очевидно появится только вот этот текст, семинар и его название. Вот оно. Но потому что больше ничего нет. Потому что на страничке сайта это не похоже. Если побольше информации добавить, похоже. И так, ладно, возвращаемся к нашим баранам. Самый что-имейный файлик у нас хранит только два вида содержимого. Лишь либо наши HTML-тэги, разметка нашего документа, либо текст, то, что находится между ними. Всякие картинки там, видюшки, музыка. Это что такое? Мы их в документе нашем не храним. Мы их загружаем к нам во время открытия документа при помощи ссылочки. То есть сначала браузер у вас загружает ваш только текст HTML-файлик. Потом ведь, о, ссылка на картинку. Надо сбегать туда, посмотреть, что за картинка и вставить его в документ в нужное место. Итак, атрибуты SRC от английского слова source-источник позволяют на сами что-то сделать. Разместить документ о нашей страничке. Точнее, сделать у него ссылку. Поскольку у нас с вами наш HTML-файлик и картинка лежат в одной папке, чтобы указать путь, достаточно просто указать имя картинки. Вуаля. Указываем. Так, здесь я сделаю, пожалуй, все поменьше. Обновляем. О, чудо. Картинка появилась. Есть такое дело. Важным нюансом здесь является вот такой момент. Как вы знаете, у нас при названии, в случае названия файлов, у нас имеет место и название файлика, и его расширение. Так вот, когда вы будете делать ссылочки на просто ссылочки у себя, либо вставлять картинки, очень важно не только название расширения полностью указывать. Понятно, если я какую-то букву пропущу, у нас просто все получится. Оно не появится. Вот лишний символ пробела, этого достаточно. Также вам необходимо, что еще делать? Соблюдать регистр. Вот если у меня сейчас, располагайтесь, в папке эта картиночка, как называется, имк маленькими буквами, джипег большими буквами, а я укажу ее здесь каким образом? Большими буквами, допустим, расширения. На первый взгляд ничего страшного нет, она у меня по-прежнему работает. Так вот, если вы таким образом сделаете, то это будет очень плохо. Почему? Под операционной системой Windows, то есть наш бытовой компьютер, для него главное, чтобы буквки совпадали, регистр их не важно. Но когда вы будете все дело выкладывать в интернет, на сервер, то, скорее всего, вам попадется машина под управлением операционной системой Linux. А для Linux важно знать не только, какие буквки идут, а важно еще знать их регистр, поэтому будут искать что? Картиночку имк 2 маленькими буквами, джипег большими, залезет сюда, имк 2 есть, маленькими буквами, а джипег большими нету. Поэтому вместо картинки вам что, покажет, что ее отсутствует? Поэтому при размещении у нас картинок у других файликов, важно знать не только название, еще раз обращаю, а их регистр. Почему на этом остановился? Очень часто ошибка. Идем дальше. Итак, сам TechImage у нас появился в версии языка HTML, по-моему, вторая, то есть это где-то у нас 93-й год, работает и во всех браузерах, но обращаю ваше внимание на такой нюанс. У TechImage есть два обязательных атрибута. Первый SRC, ну понятно, что без него просто он смысл теряет, картинка не размещается. А второй обязательный атрибут называется Alt. На всякий случай напоминаю, я уверен, это знаете, атрибуты у нас всегда разделяются пробелом. И в атрибуте Alt у вас находится что? Описание картинки. Оно у вас здесь нигде не появится. Появится только в каком случае, когда у вас... Вот. Картинка по каким-то причинам забраться не может. Удалили ее, неправильный код, неправильный адрес указан. И что я вижу? Картинка загрузиться не может, но вместо нее, как вы видите, появился текст из моего атрибута Alt. Так вот, согласно спецификации языка HTML, как уже сказал, вот TechImage, два обязательных атрибута. СРЦ и Alt. Но бывают ситуации, когда вам нет возможности, но нет необходимости делать картинки в какую-то подпись. Например, что это такое может быть? Какая-нибудь ссылочка там, ну, кнопка ссылка какая-нибудь, которая, допустим, ведет куда-нибудь, ну, например, на административный раздел на страницу регистрации пользователей. Ну, зачем мне надо, чтобы у меня поисковик картинку находил? Поэтому что в этом случае можно сделать? Атрибут Alt вы оставите обязаны, потому что иначе это нарушение стандарта. Но я его делаю каким? Пустым. Потому что, как вы догадались, у нас поисковики в основном картинки ищут таким образом. Потому что в Alt написано. Понятно? То есть это очень важная вещь для продвижения. Хотя вы вряд ли его будете оставлять пустым, а административно двигаться у нас сами любят все. С этим ясно? Далее, сделаю сейчас здесь какую замечательную штуку, чтобы это все визуально не разделить. HR, как вы знаете, это у нас что такое будет? Такая замечательная горизонтальная полоска. И то, что вам говорил по поводу вот этого замечательного формата B64. Посмотрите, что это такое. Я имею в виду, если знаете, хорошо. Так, я размещаю здесь картиночку, которая у меня будет называться как? Вот это вот поменьше возьму. Склара JPEG. Есть? Эта картиночка я просто разместил здесь как JPEG-овский файл. А теперь я хочу ее разместить, как раз используя наш вот этот вот модный формат, который называется B64. Что я сделаю? Мне нужна какая-то программа-конвертор, которая позволяет наше изображение как раз в него конвертировать. Этих на самом деле программ очень много. Например, вот этот замечательный немецкий сайт. B64 Image D. Так, счет у меня он автоматически не хочет открываться. Ладно, мы людьми гордые, откроем вручную. Это вот такая вот прекрасная страница вот с таким человечком. Что мне надо сделать? Мне достаточно, достаточно взять и картиночку, которую я хочу переформатировать в этот формат, просто взять и сюда перенести. Процесс обработки закончен. Нажимаю использовать код и беру, собственно, вот эту первую ссылочку, которая у меня здесь есть. Потому что первая ссылочка, она вот именно для вставки в TechImage, а вторая, как вы видите, для вставки в CSS свойства background. Но нам это сейчас не нужно, нам надо вставить ее именно как картинку, как TechImage. И вместо названия картиночки я вставляю то, что мне здесь выдал. То есть, как вы видите, дата, имидж, слэш, описание формата, B64 и вот это буквенно-кодовое обозначение. Есть такое дело? Давайте проверим, что получилось. Итак, одна картинка просто GP, вторая картинка в модном формате B64. Проверяем. Так, это я закрываю, это уже не нужно, можно это все свернуть. Видите? Вот она. Ну и чем они отличаются? Первая картиночка просто, GP в кодовский файлик, а вторая вот именно из этих кодов символов получена. То есть, я могу сохранить как первую картиночку, так же и вторую. Видите, браузеру все равно. Логичный вопрос, зачем это надо? Такие вот ужасы писать. А дело вот в чем. Как мы с вами уже выяснили, как у нас сервер, сервер отдает вообще пользователю содержимое нашего сайта. Сначала он отдает у нас текстовый документ, html файл. Потом браузер пользователя говорит, уважаемый сервер, я нашел у тебя первую картиночку, пожалуйста, отдай мне ее. Идет на сервер второй запрос. Он говорит, уважаемый сервер, я тебя нашел на сайте еще одну картиночку, на сервер еще идет запрос. Если у вас сайтик с небольшим, с небольшой посещаемостью, например, там тысяча, две тысячи, десять тысяч человек в день, то в принципе там отдали мы на каждом пользователю десять картинок, не отдали десять картинок. Это в принципе небольшая нагрузка на сервер. Но представьте, у нас сайт какой-нибудь с огромной посещаемостью, типа Яндекса или Ютуба, на который, например, сто миллионов человек в день заходят. И у нас есть десять картинок. Десять картинок – это десять запросов. Умножаем на сто миллионов посетителей, к примеру, получается один миллиард запросов. Мы просто так взяли, подарили сервера. То есть сервер у нас получает один миллиард запросов в день, что сказывается на его производительности, может немножко тормозить, кто-то из пользователей может в этот момент к нам не зайти. Поэтому, когда вы размещаете у себя картинку в формате B64, у вас картинка где находится? Не в папке, она находится у вас в документе. А раз он находится в документе, то серверу не надо лезть за ней и не надо ли себя напрягать лишним запросом. Мы на этом сэкономили один запрос. Понятно? Картиночка уже у вас встроена в документ. Вот они пиксели, вот они идут. Ну, конечно, в таком замысловатом виде. То есть идея какая? Для сайтов с небольшой посещаемостью – это в принципе вещь бессмысленная. А вот для сайтов с высокой посещаемостью мы экономим запросы. Мы уменьшаем нагрузку на сервер, значит, вычислительных мощностей сервера не шанс, что хватит на всех посетителей. Понятно, для чего это нужно? Так, я с вашего позволения тогда… А, ладно, оставлю это здесь. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Что у нас еще есть у наших картинок? Наши картиночки, наши картиночки, как и любые, собственно, картиночки, они имеют какое у нас свойство. Они имеют размер. Наша картинка с цветом не исключением, с цветком не исключением. 163 пикселя в ширину, 150 пикселей в высоту. Можно эти размеры у него здесь указать. 163 пикселей в ширину, высота. Да, я напоминаю, уважаемые коллеги, что в языке HTML порядок атрибутов не важен. Их можно менять местами, равным счетом от этого ничего не изменится. Итак, ширина 163, высота 150. В качестве значения атрибута «Ширина и высота» вы указываете только цифры, потому что здесь могут быть только пиксели. Пиксели писать не надо. Все. Он поймет, что это цифры, поймет, что автоматом над пикселем используется. И что с картиночкой изменилось после того, как я указал размер? А почему? Потому что у него такие размеры. Тогда возникает логичный вопрос, зачем ему нужны эти атрибуты. Самое забавное, что у нас, знаете, в пятой версии языка HTML, а у нас сейчас, если память не изменяет, по-моему, какая сейчас, версия 5.3, что ли, уже? Так вот, вы знаете, что все оформление у нас, которые отвечают в том числе и за габаритные размеры, ширина и высота, принято куда выносить? В стиле. А я их здесь пишу. И эти атрибуты не являются в пятом HTML устаревшими, они даже являются рекомендуемыми. То есть что-то с ними не просто так. Давайте смотреть, что не просто так. Допустим, что я могу при помощи них сделать, если бы не знал, как они работают. Я же могу сделать... Секунду. Ну, допустим, задать, сколько здесь? 600 пикселей. Было условно 160, пускай будет 600. Размер картинки увеличился? Вот во сколько раз я увеличил ширину, по идее, во столько раз я должен увеличить высоту. Но можно скидрить. Можно указать только один атрибут – ширина, а атрибут – высоту убрать. Да, картиночка увеличилась, как вы видите. А что еще получилось? Ну, назовем это так, качество у нее очень здорово ухудшилось. То есть, как вы видите, увеличивает размер картины таким образом. Это плохо. Я зачем это вам показываю? Просто это очень распространенная ошибка. Может, уменьшить ее можно? Было 160, делаю 50. Ну, условно, в три раза стало меньше. Да, она уменьшилась. Все хорошо? Может, у меня таким образом картинки можно уменьшать? Но, к сожалению, с уменьшением у нас картина все еще хуже, чем с увеличением. По одной простой причине – картинка – это файлик. Файлик имеет какой-то вес. Вот то, что я сейчас картиночку искусственно сделал меньше, скажите, у него вес от этого стал меньше. Конечно, нет. Я же не сам файлик уменьшил, а просто уменьшил фактически его просто отображением. Поэтому так делать не надо. Настоятельно вас прошу, почему. Вес странички очень здорово увеличивается. Поэтому, если вам надо сделать картинку больше или меньше, делайте это где? В графическом редакте нужного размера ее делать и вставляете к себе. Следовательно, на этих атрибутах визы хай вы указываете, какое только, какое значение, настоящий размер картинки, как оно есть. Возникает резонный вопрос. Так он и так ее нормально отображал. Из этих атрибутов зачем они нужны? Да еще и в пятом штеймеле. А дело вот в чем. Ситуация может быть такая. Скажите, вот браузер у нас в какой момент узнает, какой размер картинки? Только когда загрузит все вот так вот, строчка за строчкой, пиксель до пикселя, загрузит последний байт. То есть правый нижний угол. Вот только тогда он узнает настоящий размер картинки. А если у нас на странице, допустим, что? Идут картинки, картинка, текст, опять картинки, опять текст между ними. Ну, собственно, как часто делают статьи, там оформляются блоги и так далее. Какая может произойти ситуация? Если интернет работает быстро, все хорошо. А если медленную? А с медленным интернетом, как вы знаете, уважаемые коллеги, у нас сейчас тоже проблем нет. Под вышкой стоишь, все хорошо. Зал был свернул. Все нехорошо. Так вот, наверняка с этим сталкивались. Когда медленный интернет, во что происходит? Картиночку, он размер не знает. Он загружает первый ряд пикселей. Текст, соответственно, находится где? Под ним. Браузер загружает второй ряд пикселей. Говорит, вау, я нашел третий ряд пикселей. Освобождает за него место. Текст куда спускается? Вниз. Наблюдали такое примедленное соединение интернета, картинка, которая начинает адресовывать страницы, вот так все, кляш? Почему? Потому что браузер, он не знает размер картинки. И вот эти атрибуты, визы, хай, ширина и высота, нужны только для одного. Не задавать размер картинки, точнее, не менять его, а подсказать браузеру настоящий размер картинки, что примедленное соединение интернета, он у вас быстренько страницу собрал, говорит, все, страница собрана, картинки подгружаются, она у тебя дергаться не будет, можешь спокойно дожидаться. Принимай сам решение, ждать до загрузки картинки, не ждать ее, то есть человек уже может работать с вашим до куй. Понятно? Для чего это нужно? Вещь крайне полезная, настоятельно рекомендую использовать. Ну и в принципе, разве что у нас еще здесь остается парочка вещей, а именно, картинки можно сделать при помощи атрибута виноват, универсального атрибута title, универсального означает от чего, что вы можете использовать при любого тега. Можете сделать так называющую всплывающую подсказку. Вот так ее условно назову, так ее назову условно. Обновляюсь, мышку подвожу. Ну, есть такое дело. То есть вот этот атрибут title позволяет нам делать всплывающие подсказки. Обращаю внимание, что это универсальный атрибут, поэтому вы можете прикрепить его не только к картинке, а, например, куда их заголовку. Ну, напишу здесь, что заголовок у нас чего. Вася. Сохраняюсь, обновляюсь, подвожу мышку. Заголовок, конечно, Васи называть не надо. Просто, как пример, что вы можете где-то использовать. Понятно? А сказки можно такие сделать. Вот. Ну и последний момент. Картинки мы с вами можем как использовать? Не просто как картинки, а можем сделать из них с вами чего? Ссылочку. Я для этого просто беру, размещаю одну картиночку и вторую рядом. Смотрите, что получится. Один так имидж, а второй так имидж. Как у нас в документе эти картиночки сейчас в нашем отобразятся. Раз и два. Почему бы картинки отобразились рядом, друг с другом, на одной строчке, а друг по другу? Объясняется это очень просто. Дело в том, что поведение картинок очень похоже на поведение текста. Понятно? На поведение текста. По сути, картиночка – это что такое? Это буквка. Поэтому возникает резонный вопрос. А что это такое за дырка между ними? Вот это белое. На самой картинке этого нет. Какой спейсинг в тексте? Это пробел. Помните, потому что каждая картинка, по сути, что такое буквка. А вот это что между ними? Пробельные символы. Вот смотрите, я их убираю. Магия. Поэтому, когда будете заниматься сборкой ваших HTML-документов, наполнением содержимого и так далее, относитесь внимательно к пробельным символам. Уверяю вас, гадость – это пробелы, еще та. Проверьте, могут столько неприятностей доставить. Несмотря на свою, конечно, всю простоту. Ладно. Проблему нашли. Как бы поэтому возвращаюсь, все как было. И тем не менее, что я хотел сделать? Так, все как было. Вернул. Я хочу сделать из второй картинки. Хочу сделать чего? Ссылку. Как вы знаете, ссылка у нас создается при помощи от тега А, атрибута хрев, гипертекстовая переадресация. И здесь мы указываем H. И теперь указываем адрес. Ну, допустим, пускай это будет главная страница на Яндексе. Самое главное при работе с ссылками – это ее не забыть закрыть. Проверяю, что получилось. Итак, первая просто картинка, вторая картинка – ссылка. Подвожу к ней мышку, как на любой ссылке. Мышка превращается в пальчик. В левом нижнем углу браузера возникает так называемая строка состояния с названием того сайта, того объекта, на который я могу перейти. Видите? Яндекс. Клик. Ну, собственно, что ожидаемо. Вопрос. Чем у нас левая картинка с вами визуально отличается от правой? Ну, кроме лапки. Есть вариант ничья. Принято, но не согласен. Смотрите. Если я после картинки здесь напишу какой-нибудь текст. Текст появился. А также видите, что вместо с ним появилось? Видите, после картинки хвостик такой? Вот, 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 вот этот вот. Куда он взялся? У нас с вами ссылки по умолчанию какие? Ну, подчеркнутые идут. Но здесь-то что подчеркиваетесь? А? Отлично. Смотрите. Пробел после нашей картинки, видите, между закрывающим тегом А был пробел. Я его убираю, и он исчезает. Видели такие хвостики на сайтах после кликабельных картинок? Очень распространенная штука. Поэтому, о чем мы с вами говорили, будьте внимательны с пробельными снимками. Ладно. Итак, у нашей вот этой картинки, которая является ссылкой и которая является не ссылкой, есть еще одно большое отличие. Дело вот в чем. Знаете про такие вещи, как мы очень свежие браузеры? Старые, то есть, имеется в виду. Не у всех есть возможность браузеры обновлять современные. Во многих компаниях это просто запрещено. У них просто денег на это нет. Ну, есть такое у нас дело. Итак, запускаю наш документ во всеми любимом браузере, который называется Internet Explorer. Виноват, не сюда. На первый взгляд, все хорошо. Смотрю, у меня версия Internet Explorer какая? Одиннадцатая. Ну, предпоследняя. Одиннадцатый Internet Explorer. Прошу прощения, под вечер уже язык запретается. Он довольно-таки адекватный, он много чего понимает. Это довольно-таки хороший браузер. Но у некоторых могут стоять старые. В Internet Explorer, если вы нажмете клавишу, которая называется F12, F12, у вас вылезет такая панелька девелоп, панелька разработчика. И вне у вас есть режим эмуляции старых версий. Вот я сейчас попрошу его, чтобы он стал не 10, не 9, не 11, а, например, предыдущим 10. То есть, я говорю, Internet Explorer, несмотря на то, что одиннадцатый, работает как десятый. Десятый? Десятый. И что мы видим? Вокруг картиночки у вас появилась такая замечательная рамочка. Есть? Причем она появилась у нас с вами где? Только в одном браузере, в Internet Explorer. Что делать? Ну, вариант первый, не использовать картинки. Ну, как же без них? Да как на сайте в красоту поводить? Поэтому, что мы с вами делаем? Смотрите, сайт мы делаем не для себя. Сайт мы делаем для других людей. А какая у них техника, как вы сами понимаете, мы не знаем. Поэтому, что делать? Убрать вот этот глюк на самом деле очень просто. Тем не менее, что он из себя представляет? Вот эта рамочка, она имеет с каждой стороны толщину по умолчанию 2 пикселя. И слева, и справа, и сверху, и снизу. Вот видите, они снизу расположены на одной линии. Но это то, что в 2 пиксели не надо, куда-то девать надо. Поэтому картиночка, как и вич, куда лезет? Наверх. Что делать? А все очень просто. Есть у нас волшебная вещь для этого, которая отвечает за оформление наших документов. Называется она, элемент, ставил. Наша CSS в паблице Тирис совершенно верно. Так вот, смотрите, коллеги, уважаемые. В принципе, как бы вопрос из разряда капитана очевидность. У нас сколько картинок может быть на сайте? На одной странице. Кликабельных. Если это какой-нибудь интернет-магазин. Дофига. Десятки. Мне что, у каждого у нее персонально удалять эту рамку? Ну, это, конечно, интересное занятие. Поэтому в стиле наше оружие массового поражения. Итак, я хочу, чтобы у всех картинок ссылок удалить эту рамочку. Лихорадочно можно все не записывать. Я в конце занятий все свои файлы отдам. Рамочка это что? Свойства бордера. Либо ноль, либо ноне. Позволяет нам сами что сделать? Убрать рамку по картинок ссылок в старых интернет-эксплорерах. Проверяю. Интернет-эксплорер по-прежнему десятый. Нажимаю обновить. Вуаля. Красота. Как будто все так и было. Вот таким вот образом. Итак. То есть, подводя итог. TechImage у нас является, используется для вставки изображения. Два обязательных атрибута. SRC. Путь к нашей картинке. Сорс-источник. И Alt. Описание ее. Кстати, TechImage относится к так называемым элементам группы с замещаемым контентом. Что это означает? В самом TechImage у нас с вами никакого содержимого нет. На что он ссылается, на то он отображает. В заголовке у нас есть свое содержимое? Конечно. Вот он текст Alt.TagImage. Куда послали, то и показал. Вот таким вот образом у нас размещаются картиночки на наших сайтах. То есть, можем сделать с вами просто картинки. Можем сделать с вами картинки-ссылки. И кроме трех наших классических форматов ГИФа, JPEG и PNG, есть такой еще замечательный формат. B64. Который позволяет у нас уменьшить количество запросов к нашему серверу. С одной стороны утяжеляем документ. С другой стороны уменьшаем количество запросов к серверу. Опять же, что лучше, что хуже, однозначно сказать нельзя. Все зависит от ситуации. Документ становится чуть тяжелее, но минус один запрос. 100 миллионов человек. Минус один запрос. Минус 100 миллионов запросов в день. Это же круг. Как-то так. Если есть вопросы, готов с удовольствием ответить. А вот такой еще замечательный формат. СВГ есть. Есть такой замечательный формат. У нас называется СВГ. По-моему, вот я там пишу, если помню. Scale вектор график, который вот. Да, есть такой замечательный формат. То есть вы его можете сделать, создать картиночки в этом формате. В какой-нибудь редакторе, который поддерживает векторную графику. Например, как его этот, иллюстратор. Сохранить картинку в формате СВГ и размещать тогда у себя на сайте. Вижу, коллеги наши удаленно, что есть вопрос. То есть у вас там будет какая-то картиночка, ну, примерно там, какой-нибудь формата. Лога СВГ. И при помощи тега-имидж вы ее можете у себя, собственно, что сделать? Таким же образом размещать на сайте. Что такое векторная графика у нас? Растровая графика, все вы прекрасно знаете. Картинка из себя что представляет? Набор пикселей. Векторная графика там, она состоит от так называемых привитивов. То есть простых фигур. Кружки, линии и так далее. Плюсом векторной графики является что? Ее можно масштабировать. То есть вы можете картинку эту делать, растягивать там в 100 раз растянули, в 200 раз уменьшили, качество не пострадало, вес не пострадал. А для чего у нас векторная графика подходит? Создание логотипов, каких-то схем. А вот фотографию вы из нее такую не сделаете. Это можно сделать. У нас в том же самом в иллюстраторе, если не ошибаюсь, там есть такой инструмент, называется трассировка. То есть вы можете туда загрузить растовое изображение, нажать трассировку, но я боюсь, что этот файлик у меня, вот эта маленькая картинка, будет она трассировку, наверное, дня два делать. И в итоге получится файлик весом, ну, точно не скажу, но там, наверное, под 10 гигов. Вот. Как бы не вариант. А вот какой-то логотипчик, где там пару буквок, какая-нибудь там что-то кругленькое, квадратное нарисовано, да, векторе сохранить можно. То есть не вопрос, использовать можно наш формат SVG в качестве логотипа. Можно из них сделать спрайт из картинок. В принципе, можно. Вот. Давайте только вначале посмотрим, что это такое. У нас с вами наши спрайты. Ой, что-то у меня начальство за эту голову отрывает. Ну да ладно. А то недавно наш похвастался, наконец, отсутствие переделал. То есть что такое у нас, когда вы наводите мышку на какое-то изображение, и у вас что получается? Оно меняется. Есть такое дело? Как это, собственно, у нас делается? Да, Михаил, можно было бы 64 в CSS-файле писать, но, опять же, он здоровый, зараза. А так, что такое вот эти наши спрайты? Сразу скажу, речь пойдет не о замечательном напитке компании Coca-Cola. Это речь пойдет вот о чем. Что такое CSS-спрайт? Это когда у вас в одной картинке, в одном графическом файле, у вас указывается, там, собственно, находится большое количество изображений. Чем это удобно? Они, во-первых, находятся все в одном месте. То есть тут все просто. Если у нас много вот таких маленьких, но большое количество маленьких файлов, за них просто сложно следить. Один потерялся, попробую найти. Было 100 файлов, осталось 99. Кто потерялся? Кто потерялся? Какой потерялся? Здесь все просто. Они находятся в одном файлике. Тут либо все есть, либо потеряли сразу все. Удобно. Как с этим, опять же, делом работать? Зачем они нужны? У нас с вами сколько здесь файликов? Вот это вот. Это один большой файлик. Поэтому для чего это используется? Для уменьшения нагрузки на сервер. Поскольку один файлик, мы с вами сколько запросов посылаем для его загрузки? Один. Он у нас загрузился, находится в буфере. И все остальные картиночки мы потом отсюда, точнее фрагменты, берем откуда? Не с сервера, а с нашего буфера. То есть из браузера пользователя. Опять же, уменьшение, количество запросов. Как вариант, остальные картинки нам не надо из интернета загружать. Мы их берем уже из своего браузера. Понятно? Вот такая вещь. Но это уже мы тегу-имидж не сделаем. Это у нас как раз надо в CSS для этого использовать свойство, которое называется background. И оно как раз у нас позволяет вот эти проектики, собственно, сделать. Вон их здесь сколько, всякий разного. Так что так. Ну, на нашем, собственно, сегодняшнем занятии свойство CSS background не рассматривается. Так как наше занятие посвящено у нас именно тегу-имидж. Тем не менее, за вопрос спасибо. Так, наши уважаемые коллеги, кто находится в сети, на всякий случай, когда хоть сегодня мы много с вами не сделали. Сейчас это вам все. Так, это мы не использовали картинку, использовали только две. Так. Ну, допустим, назовем это так. Назовем это так. И вам сейчас это все я тогда перекину. Как изгрибы. Так, ловите это сюда. Ну, и нашим удаленным слушателям, нашим слушателям, кто присутствует аудитория. Тоже, напрасно это удалил, конечно. Ладно. Так, это я копирую. Так. Куда вставить пропало? Чудеса. Вам это все положил, кто присутствует в аудитории в сетевую папку, куда находится, сейчас покажу. Ну, собственно, если вопросов нет. Спасибо за внимание. Президентация тоже. Чего? Президентация тоже. Что-что? Президентация. Что, нужна? Можешь. Да, ради бога. Так, стопы. Я не то скопировал, как всегда. У меня же не ярлык нужен, а сама лич. Что? У вас на рабочих столах есть такой ярлычок, сетевая папка, там самая верхняя папка. Там вот куча восклицательных знаков, ну и, собственно, все и лежит. Так. Так, в следующий раз про что хотите? СВГ-спрайты, про большие спрайты, про большие спрайты, фонд. Ну, в общем, можно будет попробовать. Довольно-таки вещи интересные. Вот. Спасибо за вопросы. Ну что, спасибо за внимание. Вам спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Что-то недавно я про него узнал, на самом деле. Обратил внимание на его структуру. Это же XML. Я подумал, если они взяли как-нибудь из CSS и силами JavaScript менять его содержимое, соответственно, поведение. Дело вот в чем. У нас же JavaScript не может обращаться к содержимому файлов. Он не может делать это. Не, ну, SVP, по идее, должен страниться. У дом странился. Нет? Смотрите, что такое... Хотелось бы. Что такое дом у нас? Дом у нас это самая структура наших документов. Тут, грубо говоря, наши эти теги. Ну, теги там порядок, экс-атрибуты, с количеством и так далее. Нет, может быть, как-то содержимое SVG файлов строить в дом? А как вы встроите так? Это у вас просто будет чего такое? Это просто, по сути, содержимое SVG файла? Это что такое? Это вот. Это в итоге у вас чего такое? Это у вас идет тек-имидж, тек-имидж, который ссылается на что? На ваш вот этот SVG файл. Ну. То есть он-то с ним, работать-то сам. Ну, то есть, в принципе, да, конечно, он... Если мы его в документ вот сюда вот таким образом встроим, это как бы одно. Как туда-то он не залезет, это же файл, кто у нас другой. JavaScript – это не его задача работать у нас содержимое файлов. Вот PHP – это может делать, читать их, у меня содержимое. Только как-то не слишком крут. Это, наверное, имеет смысл там делать, как бы, какой-нибудь онлайн-редактор, там, если на сайте и так далее. Ну, графический редактор, там сразу там логотип. Я бы подумал, что это сразу была анимация на SVG файле. Вот там изменяющиеся динамические логотипы, стрелки и все такое. Это можно сделать, только там это самое мудрить тогда придется очень. А с другой стороны, если вы хотите динамическую анимацию на сайте, то у нас для этого специальные теги есть. Которые как раз у нас, чего, этим хозяйством и занимаются. Да, в CSS-стриме. Не, даже не в CSS-стриме. Для этих целей, если вам нужно динамическую графику создавать, у нас существует такой тег, вот это вот Canvas, который в пятом HTML появился. Вот в нем как раз вы при помощи JavaScript. У нас пример здесь есть какого-нибудь чего? В котором при помощи JS вы, собственно, что? У него и рисуете какие-то объекты. То есть вам тогда не надо обращаться уже к какому-то сторонному SVG файлу. У вас сценарий JavaScript есть на странице, и вы, пожалуйста, напрямую к нему обращайтесь. То есть лишнее действие не делайте.